Минтруд Приморья вышел в прямой эфир в одной из социальных сетей. Такой формат общения ведомство предложило взамен очного приема граждан в период сложной эпид-обстановки. Больше всего было задано вопросов о поддержке семьи с детьми, в частности о возможностях расходования средств регионального материнского капитала. Чтобы у нас РМК как на второго, так и на третьего предоставлялись идентично. Поэтому хороший вопрос, но он у нас обсуждался и на рабочих группах по нашему национальному проекту демография. Мы действительно сегодня подготовили уже изменения, обращения на нашу бюджетную комиссию, чтобы нам дали все-таки право и появилось у наших граждан право расходовать сразу после рождения ребенка эту выплату, брать ее. И кроме того, мы хотим расширить это первоначальный взнос на приобретение жилья. В ходе эфира Светлана Красицкая отметила, что пособия, которые требуют информации о доходах, будут продлены автоматически. Продляем в безъявительном порядке региональную социальную доплату к пенсии на период действия возобновления самой пенсии. Кроме того, у нас продляются выплаты на детей. Это такие, как еженечная денежная выплата в случае рождения ребенка или усыновления. Третьего ребенка или последующих детей. Это предоставление мер социальной поддержки многодетным. Такие, как оплата коммунальных услуг и оплата фонда капремонта. Министр напомнила, что до 1 января всем получателям пособий и компенсации через банковские организации предстоит перейти на карту МИР. Кроме того, обязательно передать новые реквизиты в органы соцзащиты. Если пособия у вас пришли на сберкнижку и вас это устраивает, то на карту МИР вы можете не переходить. Они так и будут у вас лежать на сберкнижке. Но, учитывая, что у нас идет финансовая грамотность населения, у нас цифровизация, то все-таки открыть карту МИР, мы думаем, не будет лишним. Также приморцев интересовала возможность повышения квалификации и профессионального переобучения при поиске работы, льготы для новой категории «Дети войны», реабилитация детей-инвалидов. Формат общения онлайн теперь будет ежемесячным. Декабрьский эфир посвятят декаде инвалидов. Алина Черненко, Денис Фадеев, Новости на Восьмом.